Друзья, всем привет! И с вами снова я, Артем, старший менеджер компании Сфера Кар. И как я вам обещал, а я свое слово держу, второй выпуск про минивены. И если вы следите за курсом, то он просто падает с сумасшедшей скоростью. И это не может не радовать, правильно? Итак, давайте перейдем ко второй части. Разберем интересные автомобили. Друзья, итак, давайте начнем с первого варианта. В комментариях писали, а где там Сирена, а где Гранд? Все будет, терпение. Nissan Sirena, 2018 год, кузов G&C 27. А это что значит? Это значит, что это у нас полный привод. 86 тысяч пробег, четверка оценка, серебристый цвет, хороший вариант. Кстати, в 27-м кузове Sirena стала выглядеть очень стильно. И стоимость этого стильного автомобиля 1 340 тысяч рублей. Очень даже неплохая цена. Следующий вариант. Следующий, еще один серебристый. 3,5 оценка, 92 тысячи пробег. 2018 год, 1 278 миллион. В принципе, за полноприводный минивен 1 300 это очень даже хорошая стоимость. Очень хорошая цена. Погнали дальше. Дальше еще интереснее. Это Sirena e-Power. То есть, это тот же самый. Система, как у Note. Note, Nissan e-Power. Все вы об этом автомобиле знаете. Потому что заявок по этим автомобилям просто сумасшедшее количество. И здесь, в принципе, технология та же самая. Немножечко увеличенная батарея. То есть, на Note 80 киловатт батарея литий-ионная стоит. Здесь 100 киловатт. Мощность двигателя немножечко больше. Но, в целом, функции те же. Двигатель выполняет функцию генератора. Крутящий момент на колеса идет уже с электродвигателя, с электромотора. И вот, 2019 год. Четверка оценка. Семьдесят пять тысяч пробег. Ну, очень хороший вариант. Стоимость этого автомобиля миллион шестьсот пятьдесят тысяч рублей. За тачку, которая будет экономить ваше топливо, у которой будет сумасшедшая, в принципе, динамика. Это очень хорошие деньги. Я вам подготовил несколько вариантов. Вот, еще серебристый. С пробегом восемьдесят шесть тысяч. С оценкой четыре с половиной балла. Также 2019 год. Стоимость автомобиля также миллион шестьсот пятьдесят. Особо сильно не отличается. Но оценка уже повыше. Но тут на вкус и цвет. Правильно? Кто-то хочет пурпурный. Кто-то хочет серебристый. А кто-то хочет какой? Белый. Вот, восемьдесят пять тысяч пробег. Четверка оценка Highway Star. Комплектация. Ну, жирные автобусы. Вот, по салону я вам его покажу. Пожалуйста, смотрите. Вот, чем нравится мне Sirena. Ну, Nissan. У них вот везде полочки, везде подстаканники есть. То есть, в плане какого-то дальней поездки, в плане какой-то дальней поездки, это очень удобный семейный автомобиль. И экономичный. И стоимость вот этого белого варианта миллион семьсот двадцать. Хорошая цена. Друзья, и присмотритесь на переднюю часть этого автомобиля. Что-то напоминает вам раздвоенная оптика Wallfire, Voxy. Правильно? Вот и Nissan также не отстает от заданных тенденций раздвоенной оптики. Но очень симпатично выглядит. В этом кузове они прям стилево смотрятся. Так. Идем дальше. Дальше у нас E-Steam. Так. E-Steam довольно-таки народный автомобиль. Сто сорок две тысячи пробег. Четверка оценка. Два и четыре мотор. Две тысячи семнадцатый год. Стоимость этого белого жемчуга миллион девятьсот тысяч рублей. Дальше. Вот такой черный бриллиант. Пятьдесят шесть тысяч пробег. Ох, хорош. Четверка оценка. Стоимость. Ну вот видите, пробег решает. Два с половиной миллиона. То есть два миллиона пятьсот тысяч рублей. Что хотелось бы сказать про E-Steam. Это автомобили. Их не так часто покупают, как Альфарды, Волфайры. Хотя плюс-минус стоимость у них немножечко, возможно, ниже. Но их покупают люди, которые давным-давно ездили на E-Steam. Там Люсиды есть. Но это, в принципе, одно и то же. И вот они когда-то ездили или, возможно, сейчас ездят. И они привыкли к этому кузову, внешнему виду. И, в принципе, здесь очертания кузова подчеркивают старый кузов. Поэтому эта машина уже как бы природнилась с тех девяностых годов, да. Как вот начали эти автомобили люди покупать. Там девяносто шестой год, правильно. Вот. Вот они до сих пор их покупают. Но спрос не особо большой. Потому что на самом деле эта модель немножечко с устаревшим мотором. Но по салону, по вместительности лайк. Давайте дальше. Дальше у нас как раз в первом выпуске мы разговаривали по поводу ног. Вот вам, пожалуйста, Toyota Noh. Это у нас идет гибридный вариант. Я вам сразу же буду показывать гибрид. Потому что это автомобиль, который пользуется наибольшим спросом. Серебристый цвет. Вот в рестайле у них морда уже симпатично выглядит. 132 тысячи пробег. Три с половиной оценка. Девятнадцатый год. Вот стоимость данного лота. Миллион шестьсот восемьдесят тысяч рублей. Вот такой серебристый красавчик. На самом деле грубых замечаний здесь нет. Ну, кроме У4 и Б3. Какие-то нюансы можно исправить локально. Но здесь на фотографиях особо не видно этого. Скорее всего, вот здесь есть какое-то замечание. Поэтому за счет таких нюансов можно купить машину дешевле. Потом туда вкинуть, ну, там, 10-15 тысяч рублей на локальчиков. И будет просто персик. Следующий вариант уже вот такого коричневого цвета. РА оценка. Восемьдесят восемь тысяч пробег. Здесь также есть небольшие замечания. Вот У4. Вот ее здесь видно очень хорошо. Ну, скорее всего, локальным ремонтом также можно исправить вот эти пару вмятин. Стоимость данного автомобиля, но у него пробег, видите, поменьше. Миллион девятьсот восемьдесят тысяч рублей. И дальше белый вариант. Как всегда на заправочку вам оставляю. Постоянно белые варианты. Девяносто восемь тысяч пробег. Четверка оценка. Но это прям жир. Это жир. Это белый цвет. Это небольшой пробег. Хорошая оценка. Да, не самая богатая комплектация, но тем не менее. У него была замена по задней части. То есть, крышка двери менялась. И стоимость данного автомобиля два сто. Два миллиона сто тысяч. В принципе, но Хевокси по стоимости плюс-минус одинаковые. Поэтому здесь уже кому что больше нравится. Ну, то есть, дизайн. Внешний вид. Дальше у нас идет Хонда Одиссей. Очень крутой автомобиль. Потому что, как и в степ-вагоне в кузове РП5, как и в аккордах. Одна и та же технология используется в плане двигателя и гибридной установки. Но Одиссей, он немножечко покомпактней. И по высоте, и по длине, чем степ-вагон. Вот здесь мы видим. 114 тысяч пробег. Четверка оценка. ИХ комплектация. Хорошая комплектация. То есть, ну, вариант очень интересный. И интересный за такие деньги. То есть, стоимость данного автомобиля на минуточку. Миллион шестьсот восемьдесят тысяч рублей. Тойотовский строгий аукцион. Пробег для этого автомобиля. Это не приговор. Следующий вариант. Белый цвет. Шестьдесят шесть тысяч пробег. Четыре с половиной оценка. Вот давайте посмотрим его. Разглядим по салону, да? Что из себя представляет. Ну, Хонда вообще по салону очень выделилась, да? В отличие от других производителей. Стоимость. Стоимость два миллиона сто шестьдесят тысяч рублей. Но, естественно, шестьдесят шесть тысяч пробег. Четыре с половиной оценка. Ну, здесь вы заплатите в любом случае за такой пробег. Потому что ресурс у автомобиля остается запас очень большой. Я буквально сегодня общался со своим клиентом. Мы ему покупали Хонда Фрид. Гибридный. По-моему, полноприводный. И вот он за год эксплуатации, я говорю, он закрывает все мои потребности. Я просто езжу и не нарадуюсь этому автомобилю. И динамика превосходная, и расход небольшой. Посадил всех детей, тещу, жену и поехал. То есть очень удобный автомобиль. Я, говорит, не планирую его продавать. Я планирую, говорит, второй автомобиль в семью. Только я хочу себе уже взять, ну, так же что-нибудь из Хонды. По салону, говорит, залазю в автомобиль. И каждый раз просто, ну, восхищаюсь тому, что сделали японцы. Следующий вариант. Это у нас Nissan El Grand. Nissan El Grand. Что за автомобиль? Это автомобиль, который пытается идти наравне с Альфардом. Да, минивэн такого представительского класса. Но, но, почему-то Nissan не хотят внедрять гибридную версию. И если был бы здесь гибрид, то я думаю, он бы был на порядок востребовательный. Но по салону, недавно буквально сидели, привозили клиенту этот автомобиль, выдавали. И садишься в салон, какое мягкое сидение. Ты садишься прям и расслабляешься на этом сидении. Он такой кайфовый. То есть, в этот автомобиль хочется сесть и прям, и уснуть. Вот такие материалы. Это описать очень сложно. Это надо просто попробовать. 154 тысячи пробег, 3,5 оценка. Highway Star, комплектация премиум, белый цвет. Здесь была замена по левому крылу. Мелкое замечание, на самом деле. Но, хорошо бы сделать перевод. Было бы что-то критичное, стояла бы R. Стоимость автомобиля 1,560,000 рублей. Это передний привод. 2,5 мотор. Очень хорошая цена. И пойдем дальше. Король. Король минивэнов среди, ну, если брать по бездорожью, да. Mitsubishi Delica D5 в кузове CV1. Это один из востребовательных автомобилей. Почему? Потому что дизельный, турбовый. В принципе, моторы у них надежные. Скажу вам честно, у меня дядька покупал себе такой автомобиль. И он до сих пор ездит на нем по Иркутску. Он работает в такси. И вот за сколько? Получается, за два года эксплуатации он в машине абсолютно ничего не менял. А в такси, как вы знаете, накатываются немаленькие пробеги. Поэтому машина максимально надежная. И радуется, не нарадуется он и на Байкал, и туда, и сюда. Всю семью погрузил, поехал, пожалуйста. А 210 миллиметров клиренс у данного автомобиля. Вот. Восемнадцатый год. 84 тысячи пробег. Три с половиной оценка. Стоимость данного автомобиля 2 миллиона 120 тысяч рублей. Вот такой вариант. По салону вам покажем. Все, посмотрели. Давайте дальше. И дальше белый вариант. 42 тысячи пробег. Четверка оценка. Восемнадцатый год. По кузову здесь практически нет замечаний. Еще раз вам покажу салон. Электропривод. Ну, все в автомобиле есть. Посадка удобная. Тачка высокая. Любое бездорожье. Поколите. Ну, вручь. Не любое. Два миллиона четыреста шестьдесят тысяч рублей. Ну, что? Сложно? Большое количество. Я с вами первый, второй день разбирал эти минивены. Большое количество. И вам также, наверное, сложно для себя принять какое-либо решение. Возможно, вы хотите экономить. Либо вам нужен полный привод для того, чтобы ездить по холмам, по горам, по снегу. А может быть, вы просто хотите себе максимально надежную тачку. Или максимально бюджетный минивен в свои деньги. Любой минивен под ваши запросы мы можем найти. Потому что список, он не ограничен. Поэтому, контакты в описании. Ссылка на WhatsApp вот здесь наверху. Ничего не поменялось. Пишите, звоните. Пока.